В Беларуси продолжают гореть леса и торфяники. За двое суток уже ликвидировано более 100 пожаров. В Гомельской области по состоянию на 26 апреля зарегистрированы 16 лесных пожаров на общей площади свыше 330 гектаров. За сутки зафиксировано 12 возгораний. Спасатели занимаются тушением пожара на торфяники в Лоевском районе. Полностью еще не ликвидирован лесной пожар в Наравлянском. Он локализован, ситуация находится под контролем. Остановили нетрезвого водителя, а оказалось, что он еще и автомобиль угнал. В Гомеле госавтоинспекторы случайно раскрыли преступление. Молодой человек, который находился за рулем автомобиля ВАЗ, признался, что перед поездкой выпивал спиртное. Но в том, что взял покататься чужой автомобиль без разрешения владельца, сознался не сразу. Инспекторам пришлось найти машину в базе данных и оказалось, что владелец пригнал ее в мастерскую на ремонт. Оттуда на ней и выехал нетрезвый нарушитель. В ходе разбирательства было установлено, что данный водитель взял данное транспортное средство на улице Советская городского поселка Большевик Гомельского района, куда владелец транспортного средства поставил на ремонт. Уже непосредственно о самом угоне он узнал от самих сотрудников ГАИ, которые позвонили ему уточнить, где находится его автомобиль. В отношении данного водителя было составлено два административных протокола за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и не имея на то права управления. Также в отношении данного водителя к Гомельским районным отделам Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это угон, совершенный повторно. Мошенничество на миллион долларов. В Подмосковье задержан гомельчанин, который два года находился в розыске. Гомельские оперативники во взаимодействии с сотрудниками полиции России провели успешную операцию по розыску 34-летнего уроженца города Гомеля. Мужчин обвиняется в совершении ряда мошеннических действий в особо крупном размере, связанных со сферой строительства жилья. Ущерб, нанесенный гражданам его противоправной деятельностью, оценивается почти в миллион долларов. После возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся от следственных органов и был объявлен в республиканский и межгосударственный розыск. На протяжении двух лет он предпринимал всевозможные меры для того, чтобы избежать любого контакта с правоохранителями. Благодаря долгой и кропотливой совместной работе оперативников уголовного розыска двух стран удалось не только разыскать беглеца в одном из населенных пунктов Подмосковья, но и задержать его. В настоящее время начата процедура экстрадиции обвиняемого Республику Беларусь для привлечения к уголовной ответственности. И это все на сегодня. Оставайтесь на Беларусь 4.